здравствуйте все на канале творческий сундучок с вами татьяна недавно у меня было видео где я показывала как шить вот этот лоскутный блок и сегодня я буду его оформлять в новогодней палитре кстати получила комментарий от нины фамилия она не называет она сшила такой блок и получилось красиво но размер не 16 сантиметров как я озвучила в видео а 21 с половиной естественной что я взяла сразу свою заготовку и измерила и вот смотрите у меня тоже 21 с половиной так что извините я оговорилась на прошлое видео где я показывала как сшить этот блок я дам ссылку в описании где находится описание внизу под видео с правой стороны есть маленькая серая галочка наводите на нее курсор нажимаете и у вас появится откроется описание где вы увидите всю информацию к этому видео я подобрала нужные мне цвета тканей и по фактуре они все разные белая ткань вот это она в мелкий в мелкий рубчик название я не знаю красный ситец и зеленая ткань название которого я тоже не знаю это какая-то жатая жата ткань синтетическая но она подходит по цвету я решила ее использовать обрамление блока я буду делать полосками и решила начать с белого цвета думаю что он лучше всего выделить центральную центральный рисунок полоски я вырезала шириной 4 сантиметра две полоски длиной 21 с половиной и две полоски длиной 26 с половиной сантиметров и пришивать я начну короткие полоски но и вот у меня квадрат обшитый белыми полосками и размер этого квадрата 26 с половиной на 26 с половиной то есть если четко придерживаться припусков пол сантиметра то и осноравливать не приходится но если только чуть чуть какой-то уголочек и дальше я выкраиваю полоски зеленого цвета эту ткань я продублировала потому что ткань тонкая и с ней вот в таком виде с ней удобнее будет работать короткие полоски у меня 26 с половиной и сначала я пришлю их а затем пришлю длинные полоски таким образом ну а можно еще так вот я пришила короткие полоски и теперь я точно знаю сколько мне надо по этой стороне вот таким образом можно и так ну вот я зеленые полоски пришила осноровила и вот замеряю у меня получается 33 с половиной сантиметра и сейчас я вырежу две полоски шириной 5 сантиметров и длиной 33 с половиной сантиметра и вот смотрите я две полоски красной пришила и теперь примеряю и отрезаю и вот все полоски пришиты мне надо теперь закрыть вот эту некрасивую изнанку и придать немного пушистости наши наволочки для этого я взяла вот такой самый тонкий синтепон и расслоила его на две части это делается легко вот так это выглядит а на подложку я взяла ненужную ткань и сейчас я это сколю и простегаю прямой строчкой по линиям шва ну вот я простегала простегала и осноровила так выглядит изнанка я не гладила если немножко пригладить утюгом она немножечко примнется конечно но я пока этого еще не делала не знаю может быть и не буду и теперь задняя сторона я решила сделать ее зеленой вырезала две детали вот так они перекрывают друг друга вырезала немножко побольше потому что тоже буду стегать и вот я уже разлинувала одну деталь после того как я прикоснусь утюгом эти следы все исчезнут ну вот показываю вам простеганные задние детали наволочки в качестве наполнителя я сюда взяла фланель ну а подложка тот же ситец верхняя часть у нас наволочки такая она пухлявенькая толстенькая поэтому я решила и заднюю часть тоже простегать и теперь она такая не очень но плотненькая и еще простежку я сделала на 4 сантиметра короче основной ткани потому что здесь я буду делать двойную подгибку ну и сейчас я ее сделаю и потом осноровлю эти две детали ну вот задние детали готовы я сделала подгибку осноровила и теперь на лицевую деталь я сначала накладываю большую деталь задней части а сверху меньшую и теперь все это прострочу по периметру и вот я прошила по периметру швы обработала бейкой и сейчас мы выворачиваем нашу наволочку ну вот я надела наволочку на подушку и у меня же заготовка еще на одну подушку мне так понравился этот блок что я решила его повторить если вам блок понравился переходите по ссылке в описании а подушка получилась очень красивая она такая нарядная мне очень очень нравится если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите на колокольчик делитесь в соцсетях а я с вами прощаюсь до скорой встречи